ребятки всем привет с вами александр мир южского периода и у нас свершилось да у нас появился новый гибрид сыра зинозаврик вообще-то будут его звать помните мы голосовали с вами нужно проверить так ли это или не так но это еще не все ребята у нас появился новое какое-то событие соревнуйтесь зауроподовым в нашем первом событии в честь дня рождения вот это ребятки события давайте мы сюда перейдем вот смотрите у нас какая битва добро пожаловать без ограничений три битвы какой же нам приз будет дан анкелозаврик будет наш прид приз и мы будем сражаться только зауроподами но это будет немножко позже ребята сейчас мы создадим своего гибрида и для этого нам понадобится взять тире зинозавра вот такой вот наш когтистый тире зинозавр и ребятки чуть не забыть гибрид нажал слияние ё-моё куда я смотрю ух смотрите какое классное у него выражение лица у похоже на какую-то птицу давайте сейчас мы сгораю от нетерпения кто же у нас получится и вот его величество тире зинозавр ребятки тире зинозавр круто давайте его поместим да вот сюда и конечно же сразу на него давайте посмотрим давайте посмотрим что и как он ест показатель у него довольно неплохие кушает он как нет клетку не поднял думал будет индоминс рекс ну пока что мне не нравится не хватает у него красок но выглядит реально как птица вот выражение лицо у него птичьи так ну и давайте посмотрим сколько же он стоит стоит не так уж много 19000 давайте сравним его с другими гибридами 19000 так ну эрлифозавр у нас здесь один есть не видно сколько стоил эрлифозавр но это на самом деле так уж много но показатель у него неплохие 19000 смотрите анкилодок стоит 10000 индоминус стоит 20000 то есть он будет у нас примерно как крутозавр а кстати мы сможем увидеть сразу его характеристики 9000 на 3 500 9 600 на то есть он будет чуть-чуть получше чем эрлифозавр ну давайте давайте это сделаем ну нам нужно ребятки их 8 штук мы находимся в гостях потому что у себя я в аккаунте точно не смогу так сделать у меня как минимум кто смотрел прошлую серию про магистратерия у меня просто еда все закон часами даже не в прошлой серии а на стриме мы с вами ребятки вместе потратили когда прокачали на 40 уровень тахи ринозавров то есть у меня закончилась еда там осталось буквально миллион 2 то есть у меня точно не хватило бы его прокачать максимум одного-двух я смог бы прокачать так у нас уже семь и давайте берем астачу хорошо что есть друг у которого в аккаунте все 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 есть иначе было бы не так интересно ну а я постараюсь вам это все как можно быстрее показать нужно всех и сейчас прокачать на 10 уровень я стараюсь сделать это максимально быстро чтобы мы увидели уже максимально крутого нового нашего гибрида церозинозавра так ну и погнали надеюсь они будут сливаться у нас побыстричку мы сделаем как обычно сделаем от 30 20 20 и потом пойдем посажаемся потом сделаем 40 и посмотрим на что он способен тоже в битве так сейчас мы еще будем их сравнивать между собой но на 20 уровне вряд ли какие-то изменения существенно произошли максимум добавилось вот какие-то вижу полосочки немножко изменилась только раскраска так ну пока что он кушает не так уж много так но мы делаем своего 1 30 и сейчас его сравним с 20 и 10 ну Урек довольно неплохой, чем-то напоминает мне Терекса. Давайте смотреть. Так вот он у нас выглядел на 10-м. Так вот уже 20-й выглядит. Полосочки появляются. Да и так уже 30-й. Вот уже стало как-то повеселей. Посмотрим, что нам даст следующий уровень. Так, долгая прокачка. Так, ну что, делаем тогда 2,20-х. Вы просили на стриме 3 хищника. Вот сейчас мы и пойдем посражаемся с 3-мя хищниками. Так, по миллиону уже он просит. Но не по 5, по крайней мере, как наш пахик был. Так, и немедленно идем сражаться. Так, вот наши пахики. Вот наш самый сильный. Но нас интересуют 2 послабее. Так, вот наших 2 красавчика. И вот наш 3-й. Полетели, ребятки. И нужно будет почитать. Сейчас мы зайдем еще почитаем. Что же за информацию нам написала компания Люди в справочнике про нашего гибрида. Так, 1,200-3,000. Так, крепкие ребята нам попались. Но, но хорошо, что у него есть травоядный сигнозуха. Мы сможем по Бырику ушатать. Так, я еще смогу выдержать один удар. Нам повезло, что у него удар 1232, а у нас 1291. Остался хелс. Так, ну, первого мы, пожалуй, пожертвуем, чтобы было наверняка. Так, противник не захотел нас атаковать. Ну, значит, мы ему ответим сейчас. Раз, два. Он покойник. Раз, два. Мне три. Все-таки придется бить минимум пять. А-а-а, он поставил три в защиту, но не страшно. Да, это самый неприятный момент, когда у противника осталось пару палочек здоровья. О-о-о-о, нам сделали больно. Но не страшно. Не страшно, у нас главный козырь у нас еще там в рукаве. Пробиваем гасторниса. Так, и его величество демагиерси гнозух. Но это ему, думаю, не поможет. Четыре балла. Да, но он с отрицательным бонусом бьет так же сильно, как бил гасторнис. Ну, я его за практически один удар пробиваю. Ну, вот я так и знал. Вот думал, что он поставит три. Ну, ничего, ничего. Пять атакуют на четыре. То есть я бью его на два. А у Титанового будет, скорее всего, пять баллов. Так. Ну, вот так вот. Два минимум я должен выдержать. Нет, он поставил защиту, хотя это было очень глупо. Зачем, если гнозух был уже явно проигран. Лучше бы балл Титанобо дал. Ну, мы теперь практически полностью защищены. И нам ничего не грозит. Вот. На три нас атакуют. Ну, а мы его сейчас по-быстрому съедим. Давай. Ну, он напоминает, знаете, какого? Казуар. Точно. Вот это вот не хохолок, а нарост у него на лбу. Да, еще и такие вот какие-то заостренный клюв, плюс какие-то птичьи бровки. Напоминает гибрида какого-то там казуара с террор-птицей или с какой-то там орлом или совой. Так, идем дальше. И делаем нашего самого крутейшего гибрида. Так, надеюсь, у нас еды хватит. 32-то миллиона осталось. Придется докупать за доллары, если не хватит. Придется докупать за доллары, если не хватит. Так, 23 миллиона, хватит или не хватит? Если он есть не больше двух миллионов за один раз, то мы сможем его быстро прокачать. Так, у нас появился дополнительный рок, как у цератозавра, ребята, это прикольно. Ну, я имею в виду, уже побольше такой стал. Уууу, такие у него, смотрите, какие уже бровки стали громадные. Давайте сейчас мы его рассмотрим крупным планом. Вот так вот выглядит наш слегка оперившийся гибрид. Ну, выглядит зачетно. Зачетно, оригинально, мне нравится. По крайней мере, он реально не похож на всех остальных. Хотя на картиночке внешне он был похож на эрлифозавра, но по размерам он намного его крупнее. То есть он размером с эротозавра. Думаю, немножко уступает тиранозавру, как вы считаете? Я думаю, он помельче будет. Да, так, а ест он чертовски много, ребята. Так же много, как и пахи галлозаврик. Да, наконец-то, ребятки, нам хватило. И вот такой вот у нас красавчик получился. 9163 на 3500. Такая вот у него сила удара, ребята. Ну что, нравится вам такой гибрид? Реально он похож на птичку. Так, ну что, погнали сражаться. Так, ну что, давайте возьмем... Эрлифозавра, Юдона и Сэрозинозавра. Три хищника, конечно, это опасно. Но ничего, если мы проиграем, мы сделаем еще один бой. Так, у нас есть как раз Гаргазух. Но его должен порвать Юдон. Конечно, у противника команда посильнее нашей получилась. Но не беда. Мы сыграем умом, так возьмем. Не количеством возьмем, а качеством. Так, у нас, получается, будут сражения Индоминус. И наш гибрид. Так, мы немножко его пробили. Это именно то, что и хотел я сделать. Ни больше, ни меньше. Восемь, давай. Атакует на семь. Молодец. Ты только что подарил нам своего самого сильного... Диноса. Так, но это будет все равно очень непросто. Защищаться нет смысла, потому что Метриафадон бьет очень больно. Он нас пробьет при любых раскладах. Хотя сейчас... Хотя сейчас нет, не должен нас пробивать, ребята. Вообще-то, если бы я поставил в защиту, он бы нас никак не пробил. И, по идее, атаковать-то не должен. Так, мы его пробили. И остался Индоминус, Юдон и наш новенький гибрид. Так, ну, Индоминус, я тебе дарю этого Юдона. Приношу тебе его в жертву. Семь атакует на пять. У него осталось два. И этого недостаточно, чтобы одержать победу. Битва гиганта. Смотрите, он не уступает ему по размерам. Это же прямо как Индоминус. Хотя он стоит ближе, возможно, Индоминус, конечно же, и покрупнее. Вот такой вот, ребятки, у нас получился новенький гибрид. Я, в общем-то, сейчас дальше продолжать не буду. По-быстренькому постараюсь залить это видео, чтобы вы как можно скорее его смогли увидеть. Ну, а, конечно же, сражение с нашим новым гибридом, циррозинозавром, мы увидим еще не раз. С вами был Александр. Не забудьте подписаться и поставить палец вверх. Всем пока.